Привет, чему вас? Давайте мы будем исходить из того, как вы обследились своей девушкой, вот как раз ваш последний разговор. То есть, вот в зависимости от того, как она была настроена по отношению к вам, вот в зависимости от этого, и нужно по моему мнению и вам исходить. То есть, объективно, если девушка была настроена к вам достаточно негативно, то и разговаривать с ней, по большому счёту, бесполезно. Сейчас. Почему? Потому что всё равно вы ничего ей не докажете, ничего ей не сможете показать, ничего до неё не сможете донести и так далее. И в этой ситуации для вас оптимально будет лишь только подождать. Подождать чего, собственно говоря? Подождать того, чтобы она как-то успокоилась, чтобы она как-то переосмыслила, переоценила какие-то свои моменты там, ну и, собственно, так далее. Вот это является самым главным здесь. То есть, моральное, психическое состояние вашей девушки. Как она настроена по отношению к вам? Если у неё нормальное восприятие вас на данный момент и общались ли с ней хорошо, ну да, холодно, конечно. Будет скромно немного отстранённо, если всё понятно, что после расставания вы не могли никак по-другому общаться, было бы странно, чтобы вы общались как-то иначе. Вот. Но, тем не менее, тем не менее, в этом случае, в этой ситуации я бы вам очень сильно рекомендовал бы не тянуть с общением, не тянуть с взаимодействием с ней, а, напротив, общаться, напротив, поддерживать связь и, собственно говоря, чтобы она вас не теряла. Но мне бы хотелось вам вот какой момент прояснить. Дело в том, что вы пишете такую вещь, что вы расстались с девушкой. Расстались вы с девушкой по её инициативе. Значит, именно её как раз что-то не устраивало в вас. Её не устраивало что-то в ваших отношениях. Да, за косяки вы извинились. Это хорошо. Но, простите, убрало ли эту изначальную причину, по которой вы расстались? По крайней мере, для девушки. Убрало ли? Вот, может такое быть, что девушка по-прежнему считается, что причина, по которой вы с ней расстались, она актуальна до сих пор. И если вы хотите заново построить отношения, то нужно убрать вот эту самую причину. Первую причину, которая послужила основанием для вашего расставания. Пожалуй, без этого невозможно будет строить ваше дальнейшее отношение, потому что рано или поздно, как бы вы ни старались, что бы вы ни делали, рано или поздно, это будет приводить к тому, что вы будете как бы в своих отношениях упираться именно вот на, упираться в ту проблему, в которой у вас сейчас послужила причина расставания. Для того, чтобы в нее не опираться, нужно эту причину размирать, понимать, что ответственность за эту причину, ответственность за эту проблему несет не только девушка, но и вы, и вам со своей стороны нужно как-то менять свое поведение. Если вы увидите, что она не хочет ничего менять, то тогда у вас не будет другого выбора, кроме как либо принять ее такой, какая она есть, и не пытаться ее поменять вообще, либо самому отказаться строить отношения, потому что другого варианта развития у вас нет. Если вы ее не примете, вы будете стараться поменять, у вас будут постоянные ссоры, скандалы и так далее. Если вы, ну как бы, скрипя сердце ее примете, то вы будете несчастным. Принятие человека другим, а лучше всего делать искренним, чтобы оно исходило от души, от сердца. Тогда будут шансы, больше шансов, что у вас все получится так, как нужно. Поэтому все, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если вы сделаете его лучшим, желаю вам всего доброго и удачи. Продолжение следует...